Дорогие друзья, история Professional Wrestling League берет свое начало в 2000 году. И хотя первые события ПАУ провела в 2001 году, 21 июля, это была первая лига, первые соревнования, то понятное дело, что все начиналось гораздо раньше. Идея создать профессиональную лигу или профессиональную федерацию, как это можно назвать, носилась в моей голове еще в начале 2000 года. Для того, чтобы организовать такую организацию, чтобы разработать структуру, воссоздать идею духа профессионалов, дать возможность людям зарабатывать деньги, поднять на совершенно другой уровень нашу дисциплину спорту, мне нужно было компаньоны. И вот, после того, как я провел первый золотой тур, это было 20 февраля 2000 года, я решил сначала на бумаге написать систему правила проведения такой лиги, написать свою идею на бумаге, а, соответственно, потом поискать среди организаторов, среди наших рукоборцев, компаньонов, которые поддержали мою идею, а, соответственно, естественно, могли со мной бы эту идею реализовать. В 2000 году, в апреле месяце, мне предстояла поездка в Москву. Я перезвонил тогда к президенту Европейской Федерации Игоря Ахмедшина, который на то время был поглощен организацией чемпионата Европы. С телефонного разговора он сказал мне, что в этом 2000 году чемпионат Европы пройдет в Чехии, и, естественно, я как, скажем, представитель Польши, могу совершенно спокойно присутствовать на этом чемпионате, а если есть даже возможность провести ребят, которые могут побороться, попробовать свои силы. Но мне было от того мало. Я чувствовал, что лучше всего будет, если я поеду сам в Москву, познакомлюсь с Игорем. Собственно говоря, Игоря я знал уже раньше, потому что до 1989 года я проживал в Москве. Я же учился в КЦАЛИВКИ, Государственном Центральном Ордене Ленинного Института Физической Культуры, на то время сейчас, естественно, торгав. Я его видел, потому что он был как бы старшим товарищем, он уже закончил институт, он уже был на кафедре борьбы, видел его в коридоре, но, соответственно, не было возможности мне с ним познакомиться. Ну, как говорится, в лицо знал, кто это за человек, что это за человек. И вот в апреле месяце я постановил со своим товарищем Анжием Гордоцким, это один из заложителей клуба «Золотой тур», он помогал мне в финансировании, вместе с штатным фотографом поехать в Москву, ближе познакомиться с Игорем Ахмедшиным, естественно, привезти какие-то подарки и потихоньку, можно так сказать, посмотреть, поговорить с человеком по поводу того, как он видит идею организации, такой профессиональной организации «Варваресники». И вот в 20-х числах апреля мы вместе с моими товарищами втроем поехали в Москву, приехали в Олимпийский комитет, Игорь Ахмедшиный меня тогда принял очень тепло и радостно, он был тогда еще с маленьким Игорьком Ахмедшиным, сейчас смотрю на эти фотографии и смотрю на сегодняшнего Игоря Ахмедшина, младшего, могу сказать, что это был тогда еще маленький ребенок, который вообще ничего не понимал, тем не менее прошло уже более 11 лет, не более, а 11 лет, если быть так точным, то даже я не подозревал, что этот маленький человек тоже будет бороться очень успешно и так дальше, но не об этом дело. С Игорем мы познакомились, Игорь сказал, что у них есть проблема с проведением чемпионата Европы в Чехии, и, пожалуй, он был этим более всего озабоченный, чем тем, что я приехал с какими-то идеями, воссоздать лигу какую-то и так дальше. На самом деле Игорь меня еще не знал, хлопот был немерен, потому что сначала этот чемпионат Европы должен был провести в Белоруссии, Белоруссия отказалась провести чемпионат Европы, и взяли на себе задание Чехская Федерация, которая была в расколе, было две федерации отдельные на 2000 год. Стоит припомнить о том, что Федерация Европейская, как и Мировая, были поделены на две группы. Игорь Ахмедчин представлял тот старый костяк, который был с самого начала, с 1992 года. Но, тем не менее, ситуация была очень сложна. До той второй группы отошли и восточные страны, были очень сильные спортсмены, и организация была побольше. Но не важно, не в этом дело. Дело в том, что после этого разговора идея профессиональной лиги немножко в моем сердце угасла. Но это на момент, потому что я понял, что проблемой сейчас гораздо больше. Могло бы случиться так, что в 2000 году чемпионат Европы той, как говорится, второй федерации мог бы даже не провестись. Так как параллельная организация президентом которой был Милан Чапла проводила чемпионат Европы в Турции. Ну что ж, я приехал домой. На май месяц был назначен у нас первый кубок Польши. Я хотел провести кубок Польши, а с кубка Польши, естественно, самый лучший спортсмен, предложить поехать попробовать свои силы Чехии на чемпионате Европы. Идея профессиональной лиги у меня все-таки осталась. И я начал потихоньку рисковать с кем. Итак, первая идея, чего нужно в этой профессиональной лиге, это элемент азарта. То есть, чтобы была возможность наши поединки обставлять, делать ставки. До этого попытки были сделать что-то такое. Эти попытки были на Золотом Медведе. Так мне сказал тогда Игорь Ахмичин. Была возможность поставить на одного или на другого спортсмена, выиграть те или другие деньги. Несколько это было, можно сказать, даже нелегально. Ну, так как это все делалось в казино, поэтому как бы там никто это не регулировал. Было очень достаточно интересно. Само проведение соревнований было простая, потому что все боролись до двух поражений. Другой абсолютно схемы никакой не было. Но для того, чтобы это поставить наряду с скачками, с бегами, с боксом или с другими дисциплинами спорта, чтобы это можно было обставлять, нужно было воссоздать схему и возможность людям перед началом этих поединков знать спортсменов, сделать возможность выбора своей ставки гораздо раньше, а не во время самих соревнований, как это было на «Золотом медведе», именно в казино, когда остались там выдающиеся спортсмены. Скажем так, что перед началом поединка выходил спикер и говорил так, кто ставит на того, а кто ставит на того, кто ставит на там-то, а кто больше поставит на там-то. Мы же все-таки шли в направлении ставок, которые можно было поставить, скажем, гораздо раньше. И чтобы это сделать, нам нужно было загарантировать, что тот или другой спортсмен с собой встретится в поединке. Так как система до двух поражений не всегда гарантировала, что тот или другой спортсмен между собой встретится, естественно, эта схема не подходила. И тут у меня появилась идея воссоздания поединков так званых «восьмерок». То есть восемь спортсменов борются каждый с каждой на правую и левую руку и сумма двоеборья. То есть можно было иметь огромный выбор в ставках. Можно поставить было на одного или на другого спортсмена, на правую или на левую руку, на сумму двоеборья. Можно поставить также на результат целого поединка и целой лиги. Достаточно интересная схема. Тогда я еще не подозревал, что восьмерки на самом деле это только начало к мышлению. На самом деле самое важное то, что сделало огромный толчок в армрестлинге, сделало большой прорыв в армрестлинге. Это было армфайты. Но об этом чуть попозже, так как армфайты появились у нас только в 2003 году. Как они появились и кто был помыслодателем, я тоже об этом скажу. Потому что достаточно интересная история армфайта. Но я так был увлечен идеей восьмерок, что день и ночь обрабатывал схемы. Как можно проводить эти восьмерки, борьба каждого с каждым. Как можно пунктировать данные поединки. Кто мог бы выиграть, кто мог бы проиграть. Рисовал эти схемы. Доходило до смешного, что я порой вечерами приходил и списывал полтетради схем поединков каждой с каждым, чтобы посмотреть, какие получатся у нас результаты. Не будет ли какая-то ошибка, нет ли каких-то результатов, которые могут обидеть одного или другого спортсмена. Для того, чтобы это все было профессионально, естественно, даже я нанял программиста, который эту схему мне запрограммировал. Первая схема проведения чемпионата, проведения таких поединков была в 2001 году. Очень интересно то, что именно в 2001 году мы имели возможность проводить уже по первой компьютерной программе восьмерки. Но был еще 2000 год и у меня не было партнеров. Мне не было с кем на эту тему поговорить. я не видел единомышленников. Сложно было определить тот или другой человек может тебе помочь или только она вредит. Своей идеей старался заразить почти каждого. С каждым, кто был организатором, кто был спортсменом. Разговаривал по поводу лиги, разговаривал по поводу восьмерок, разговаривал по поводу проведения подобного события, разговаривал и переубеждал в том, что проведение такого соревнования даст нам огромный толчок и прорыв в нашей дисциплине и спорту. Но не подозревал в том, что наше общество на то время было не приготовлено на что-то такого. Нужно сказать правду, что арврестлинг вообще не существовал в телевидении. Вообще не существовало слово арврестлинг и некоторых странах. Люди арврестлинг воспринимали как обыкновенную забаву, а не какую-то дисциплину спорта. Не было никаких стандартов в арврестлинге. Не было стандартов столов, не было стандартов проведения чемпионатов, не было никаких условий. А первый контракт на проведение чемпионата Европы в 2000 году это была одна картка, один листок, на котором было написано количество медалей, количество столов и кто должен быть размещен за счет организатора, кто должен оплатить за свое проживание и так дальше. То есть, достаточно банальная ситуация, но так наша дисциплина спорта начинала и нужно смириться с тем, что начало были неинтересные. неинтересные. Но тем не менее, я видел в этой дисциплине спорта большой потенциал. Я приходил домой с лигой, я ложился с лигой, я просыпался с лигой, я думал день и ночь о лиге, я ездил на международные турниры, разговаривал с разными людьми по поводу проведения первого события, но было все безрезультатно. до момента, когда в июне месяце после проведения чемпионата Европы в Польше я не познакомился с Асеном Хаджи Тодоровым, который во время Конгресса Европейской Федерации встал и начал предъявлять всем претензии, что он открыл Евро Бизнес Клуб, Евро Арм Бизнес Клуб. Я заинтересовался, в чем дело. А дело было в том, что он процветающий бизнесмен, не пожалел своих денег, а именно 50 тысяч долларов и открыл акционерное общество, называющее Евро Арм Бизнес Клуб. Что это означало? Каждый член Европейской Федерации мог выкупить часть акций и быть членом этого клуба, дать возможность своим спонсорам, бизнесменам с каждой страны встречаться на чемпионатах Европы, быть зрителями, общаться, договариваться о разные бизнесы, делать какие-то разного рода интересы и так дальше. на то время надо припомнить, что интернет еще очень слабо действовал, поэтому позыскание таких бизнесменов, контактов, особенно тогда в начале 2000-х годов была уже такая положительная оттепель в бизнесе, как в Европе, в Западной Европе, так в Восточной Европе, в Польше и тому подобное, была очень интересная идея, но эта идея не нашла никакой поддержки, потому что президенты федерации, которые прибыли на чемпионат Европы в 2000-м году, это в основном спортсмены, они не бизнесмены, можно их было понять, они не имели, во-первых, таких денег, чтобы войти в этот клуб, они это не чувствовали, они это считали какой-то абстракцией, это невозможно с важным делом, которое задумал Асен Хаджи Толару, то есть, практически говоря, от момента заложения этого клуба в 1999-м году до 2001-го года, почти два года, почти два года, Евро Арм Клуб, Бизнес Клуб не действовал, он просто был на документах и был акционерным обществом, был акционерным обществом, видно было, что именно этому человеку, Асену Хаджи Толару, зависело на том, чтобы продвигать нашу дисциплину, выдумать что-то новое, сделать что-то больше, он ездил на золотые медведи, он общался с Игорем Ахмедчином, он видел, как арфрестлинг развивается в России, а именно, в частности, в Москве, Золотой Медведь был огромным толчком для профессионального арфрестлинга, он показал, что арфрестлинг имеет в себе все качества завоевать популярность во многих зрителей, людей даже, которые не занимаются арфрестлингом, а просто интересуются, являются фанами, строят фан-клубы, имеют своих фаворитов и так дальше. И вот после чемпионата Европы осенью в 2000 году мне удалось поехать на чемпионат Болгарии, национальный чемпионат Болгарии, увидеть, как проводит чемпионат Асенхаджи Тодоров, одновременно пообщаться по поводу профессиональной лиги. И что я встретил? теплый прием, полностью распахнутые двери в моем направлении и желание именно со мной сотрудничать. Более того, Асенхаджи Тодоров заверил нас, меня в частности, что если бы не моя персона, которая появилась в арфрестлинге так быстро и случайно и быстро, он бы, наверное, отошел от арфрестлинга, так как низком было общаться, а тем более, что в Европе надаль был раскол двух федераций, европейских и мировых. И вот после этого разговора осенью, в начале сентября, мы решили основательно постановить и решить, что будем делать на чемпионате мира в Рованеме Финляндии. Это было с 13 по 18, с 11 по 18 ноября, как сейчас я помню. Чемпионат мира в Рованеме не был каким-то знаменующим событием. Обыкновенно скромный актовый зал, в котором проводился чемпионат мира, но наша консультация с Асеном Хаджетодером привели к тому, что Евро Арм Бизнес Клуб должен переименоваться в Профессионал Новестник Лиг, то есть акционерное общество Профессионал Новестник Лиг, а наше событие должно провестись где-то в половине, в середине 2001 года. Восьмерки естественно распалили такой загар, такое желание в Асена дали ему такой запал побудили его к работе и к помощи, поэтому мы постановили полностью все это описать на бумаге, правила и регламент полностью был описан и в начале 2001 года, а к весне 2001 года уже было постановлено провести первую профессиональную лигу и термин этой профессиональной лиги был выбран не случайно до 21 июля. Для того, чтобы провести такую лигу, мне нужно было поехать на чемпионат Европы параллельной группы, который проводился в Друзкиниках в Литве, познакомиться со всеми спортсменами, а в свою очередь и в свою очередь пригласить тех лучших из лучших на первую встречу. чемпионат Европы нашей группы проводился тогда в Швеции, в Евле, и он проводился с 30 июня по 5 июля. Достаточно очень интересный чемпионат, первый раз в жизни, как говорили тогда шведы, они увидели что погода может внести корректу в их чемпионат, так как никогда в жизни в Евле не было 40 градусов жары, и никогда не забуду этот чемпионат, когда мы проводили в каком-то очень интересном помещении какой-то фабрике, оно такое было круглое, в середине посередине стал вот этот помост со столами четырьмя, вокруг сделаны были специальные места для сидячей, для спортсменов, а была такая жарища, что это просто было невыносимо, но тем не менее там полностью окончательно был нами с Сосеном Хаджи Тодораном подписан договор по поводу того, что первое событие пройдет 21 июля, и на эти соревнования приедет первая восьмерка в категории, как еще тогда было, до 75 килограммов, по поводу весовой категории я, естественно, вам скажу позже, потому что они изменялись, но на то время первая весовая категория до 75 килограммов, количество людей было зарезервировано, описано и, как говорится, установлено было, и после приезда со Швеции я активно начал звонить до всех спортсменов и договариваться по поводу проведения первой событий, которые проходили уже в Угдене. в Угдене. В Угдене. В Угдене. В Угдене.